всем привет сегодня продолжаем работать с библиотекой бота 3 которая позволяет достучаться до любого сервиса amazon сегодня поработаем с сервисом amazon recognition используя python давайте я подготовил несколько сэмплов хочу разобрать сегодня как вытащить текст из изображения и соответственно как промодерировать если нарушение на картинке допустим у вас есть живой кейс вы хотите чтобы на вашем в приложении либо мобильном приложении при загрузке фотографии через сервис amazon recognition пропускались эти фотографии и нежелательный контент просто отсекался либо допустим блюрился ну к примеру там те зоны которые являются нарушением в вашем веб-сайте вашем приложении вы их либо блюр или либо реджектили полностью эту картинку окей я подготовил несколько сэмплов первый сэмпл простой используется сервис amazon recognition и под сервис детекция текста на изображении то есть вот есть некая функция у меня в этом бакете которые мы использовали предыдущих уроках есть сэмпл 3 сэмпл 3 это вот такой вот текст на таком изображении изображение маленькая ну в принципе как показывает практика сервис amazon recognition работает и с гораздо меньшими изображениями и вычленяет текст очень очень даже хорошо вот соответственно я забираю эту функцию detect текст которая у меня берет принимает на вход изображения и бакет в котором это изображение лежит но соответственно выводит принтит в виде стрингов построчно все то что находит на этом изображении давайте запустим да кстати у меня это изображение уже загружена в бакет вот она если она не загружена соответственно вам нужно будет вот то что мы делали на предыдущих уроках его сначала загрузить то есть можно допустим там отдельная функция прописать или можете там развитие этот мини скрипта в модуль и отдельно загружать изображение вот у меня это изображение уже пакете есть и загружать его не буду уже давайте запустим и посмотрим как он вытащит тексты так всего у нас детекции 20 было давайте откроем изображение и посмотрим что у нас да довольно неплохо вытаскивать все и confidence точности довольно высокая ну почти сто процентов везде насколько я вас смотрел в документации recognition на вход по моему со словарями работает да вот если для питона вообще идеальная структура на самом деле я не силен возможно других языках но для питона то и в целом разметка очень даже неплохая если рисовать допустим какие-то бандит боксы вот как это работает в целом все распознала все по вытаскивала все это можно куда-то потом какой-то другой объект поместить либо в там тот же джейсон окей и следующий примерчик это у нас проход модерации то есть есть некий подсервис также в сервисе amazon recognition то есть на вход функции нужно будет отдать фотографию и нужно будет также отдать bucket в котором эта фотография лежит соответственно вот то что предыдущий на предыдущем примере я показывал если этой фотографии нет bucket вам ее нужно будет в сервис с 3 залить вот simple 04 чпк я сейчас демонстрировать не буду потому что скорее всего youtube забанит это видео там есть нарушение с точки зрения не буду говорить чего то есть не для слабонервных картинка это будет показано вот соответственно давайте запустим скрипт и посмотрим что же он найдет так но здесь на картинке он находит что используется наркотики какие-то запрещенные то есть там на самом деле все гораздо серьезней на этом сэмпле и вот в принципе как это все модерируется и допустим если у вас эти ключевые фразы где-то в базе есть прописано что как только они появляются в при распознавании когда картинка проходит сервис amazon recognition на дтк модерации модерации лейблов то вы допустим это изображение пропускаете к себе систему соответственно таким образом можно вот reject изображения которые проходят через ваш сервис в целом на самом деле по amazon recognition довольно много всяких примеров документация хорошая дтк лейблов есть естественно то есть вы убит экшен делаете вы не используете никакие нейронные сети сами то есть вы не разворачиваете у себя инстанс окружения для этого инстанса чтобы это не россия отработал то есть вы просто скармливаете некий запрос в котором содержится тот объект который вы хотите проанализировать и вам его анализируют ну вот допустим классификация изображение здесь был детекция то есть локализация объекта на кадре здесь классификация вот image moderation то что я показывал вот по умолчанию кстати вот даже здесь заблюрило ну не знаю почему она ничего такого ну здесь девушка в купальнике для кого-то может быть это нарушение окей не будем об этом сейчас дальше здесь фейс сравнение фейса ведет то есть вы скармливаете два изображения посмотрим да именно так и есть вы скармливаете два изображения которые тоже в бакетах находятся и вам и указывать уточняете точность с которой вы хотите сравнивать изображение вам возвращает на тоже словарь возвращает вот в целом нормальный сервис для того чтобы быстро прототипировать какие-то вещи тут есть еще видео аналитика то здесь скармливается сегмент да есть полное видео я думал секвен секвенция кадров а здесь полное видео и соответственно на видео он находит кого он сразу объекты активирует и демонстрирует таким образом что на видео допустим были найдены там известной личности например вот даже есть и метки сразу расставит вот классный сервис но и в целом вот библиотека бота 3 для работы с сервисами amazon и в целом вот то что сегодня обсудили amazon recognition очень хорошо в этом плане справляется вот в целом если интересно могу дальше продолжать вот по таким сервисом небольшие такие сэмплы показывать если кому-то будет интересно для того чтобы сделать прототип для мобильного приложения в приложении и целом может быть на таких сервисах подтвердите идею которую вы продумали как вы думаете и показать ее кому-то будет очень очень просто быстро при разворачивании этого всего дела вот в целом вот так вот используйте бота 3 python и амазоновские сервисы целом сервисы которые есть в облачных технологиях других облачных вычислениях не только амазона для того чтобы быстро создать и развернуть прототип всем спасибо пока